История начинается с того, что Дариэль работает помощником у четырех генералов армии демонов. Однажды генералы демонов внезапно уволили его из армии демонов, потому что он не может произносить магические заклинания. Поскольку люди и демоны похожи друг на друга, дело просто в том, что демоны могут творить магию. Так что Дариэль попрощался со своим другом Резитом и покинул армию демонов. Дариэль работал на армию демонов с самого рождения, и в свои 32 года он не знал, как он мог бы изменить свою жизнь. Погрузившись в свои мысли, внезапно появилась девочка и за ней погнался монстр. Дариэль не мог позволить ей умереть и попытался остановить монстра. К сожалению, Дариэль был слишком голоден, чтобы сражаться, и был ошеломлен монстром. Когда Дариэль лежал на земле, он увидел нож и воспользовался своим шансом, чтобы ударить монстра этим ножом. Так вот, Дариэль победил монстра, а девочка Малека поблагодарила Дариэля. Когда Дариэль хотел уйти, девочка попыталась остановить его, потому что хотела приготовить для него еду. Так что Малека затащила его в свой дом и познакомила со своими родителями. После этого Малека и Дериэль представили друг друга друг другу, и Дериэль испугался так, как он находится в человеческой деревне, которая на самом деле была его вражеской территорией. Поэтому он скрыл свою предыдущую жизнь в армии демонов и сказал им, что его уволили из-за обычной компании. Услышав это, Малека опечалилась, потому что она считает несправедливым увольнять такого хорошего парня, как Дериэль. Поэтому Малека предложила ему остаться с ней. Он очень этого не хотел, но Малека убедила его остаться в их доме, и он принял ее предложение. На следующий день Дериэль узнал, что отец Малеки – глава гильдии в деревне Люкс, и ее отец хотел сделать из Дериэля искателя приключений. К сожалению, демоны не могут стать искателями приключений, поэтому Дериэль пытался сохранить свою тайну, но Малека и ее отец обманули Дериэля. Затем Дериэль получил набор искателя приключений, который дал ему новые навыки. Когда этот набор был создан, Дериэль был действительно сбит с толку, так как всегда считал себя демоном и не мог поверить, что все это время был человеком. Затем Дериэля научили способностям искателя приключений, которые можно использовать через ее ауру. Аура бывает четырех типов – поражающая, жалящая и защищающая. Именно так они пытались определить тип ауры Дериэля, и первый раз он проверил ее тип. Однако он разрубил большое дерево пополам. После этого он испытал жало, и оно не только пробило яблоко насквозь, но и повалило деревья взрывом. Когда он испытал жало, отец Малеки был только в ужасе от его силы, что задело его гордость. Так вот, мастер гильдии распаковал стальной молот, чтобы напасть на Дериэля, и ему удалось отбиться от молота всего лишь небольшим деревянным щитом. Так вот, оказалось, что у Дериэля идеальная аура всех типов. Мастер гильдии не хотел быть эгоистом, так как Дериэль – одаренный авантюрист, и хотел дать ему рекомендательное письмо в столичную гильдию. Дериэль обдумывал это предложение, но когда Малека начала плакать, Дериэль отклонил его, так как ему нравится жить в деревне удачи с Малекой и ее семьей, которые были так добры к нему. Это сделало Малеку счастливой, и именно так началась жизнь Дериэля в деревне Люкс. Позже он познакомился с жителями деревни и авантюристом Диранга Гишидой, который смотрел на Дериэля сверху вниз, так как тот был более высокого ранга, чем Дериэль. Кроме того, он был единственным авантюристом в деревне Люкс. После этого Дериэль захотел выбрать себе задание, и оказалось, что он уже выполнил одно сложное задание. Потому что задание состояло в том, чтобы поохотиться на большую обезьяну, которую Дериэль победил, спасая Малеку. Таким образом, монстр был убит ранее Дериэлем, и он непреднамеренно выполнил задание Гашиты. Однако его гордость была задета, когда Гашита выбрал новое задание – убить гигантского муравья. Затем Дериэля повысили до ранга Ди. Когда Дериэль захотел собрать лекарственные травы, Малека попросила его сопровождать его. Так вот, Малека помогла ему в его поисках и показала, где найти лекарственные травы. Благодаря Малеке он узнал много нового, что сделало его очень счастливым. Потому что она показала ему, какие лекарственные травы являются правильными. Когда она захотела показать им правильные лекарственные травы, она просто подняла огромный ствол дерева. Затем Дериэль спросил ее, почему она раньше сама не победила монстра, и она ответила, что хотя она и сильная, она боится сражаться. После этого она обняла Дериэля, и ее нечеловеческая сила чуть не сломала ему ребра. К счастью, появился олень, который отвлек их внимание. Олень перепрыгнул через нее в кусты и победил гигантского муравья, в то время как Малека решила победить оленя и муравья и приготовить им ужин. Все жители деревни были впечатлены ими, и оказалось, что уничтожение гигантского муравья было частью квеста Гашиды. Так вот, Дериэль непреднамеренно снова завершил свой квест. Так вот, Дериэль жил в деревне и постепенно освоился там. В последующие дни, когда Дериэль вернулся со сбора лекарственных трав, он встретил сердитого Гашиду, и милая Малека тепло встретила его. Затем Дериэль узнал о задании, связанном со смертельной косой монстра Блейза, потому что на монстра охотится более крупная гильдия, и монстр, может быть, сбежал в деревню Люкс. С тех пор, как Гашида увидел срочный квест и сам отправился на его поиски, мастер гильдии очень беспокоился за него. Поэтому Дериэль решил вернуть своего товарища-искателя приключений в целости и сохранности. Когда он был в лесу, кричащий Гишито убежал от монстра, пытаясь убить его стрелами. Монстр не получил никакого урона и напал на Гишито, но Дериэль сумел защитить его и ранил монстра. Потом он разозлился, и его меч сломался, когда он защищался. Так что Дериэль воспользовался своим сломанным мечом и бросил его сломанный клинок, как сюрикен, в монстра. Он прикончил монстра так, что тот сразу же умер. После этого он исцелил раненого Гишито, который был отравлен монстром, и спас ему жизнь. После того дня Гишито стал уважать его и называть Дериэля своим старшим братом. Он был так благодарен за спасение, что ему действительно захотелось провести с ним время. Но Малека не позволила ему этого и попыталась отправить Гишито домой. Тем временем Дериэль задавался вопросом, сражаются ли все еще четыре генерала армии демонов против героев. Итак, ты видел, как Зебия и один из генералов проиграли группе героев, а все остальные генералы испытывают проблемы только с тех пор, как Дериэля больше нет рядом. Все они хотели вернуть Дериэля, но Башвеза, которая ненавидела Дериэля, закатила истерику, услышав имя Дериэля. На следующий день Дериэль вернулся с задания, и его сразу же обняла Малека, которая не может контролировать свои силы. Так вот, Дериэль тяжело ранен, и Малека принесла потерявшего сознания Дериэля в их дом и оказала ему медицинскую помощь. После этого Дериэль узнал от отца Малеки, что деревня скоро вымрет, так как с тех пор, как демоны захватили мифриловую шахту рядом с деревней. В нее не вселилось ни одного нового жителя. Поступая таким образом, люди часто пытались вернуть себе мифриловую шахту, но всегда проигрывали битву с демонами. Печальные взгляды Малеки и ее отца заставили его что-то предпринять, и он решил отправиться в мифриловую шахту, которую он довольно хорошо знал. Так как он отвечал за мифриловую шахту еще в те дни, когда был частью армии демонов. Так вот, Дериэль прокрался в мифриловую шахту и познакомился с тучащими, которые очень восхищались Дериэлем. Все Нокеры обнимали его и обращались с ним как с суперзвездой. Поскольку они рассказали Дериэлю, как ужасно с ними обращаются, Дериэль также узнал, что за всем этим стоит башбарза, а Нокеры работали без остановки. И были порабощены с тех пор, как Дериэль ушел. Дериэль боролся с печальной ситуацией с Нокерами и хотел им помочь, но затем солдаты армии демонов появились в том месте, где прятался Дериэль. Новый командир, отвечающий за шахту Митры, продолжал просить о большем, так что один из Нокеров напал на командира, а остальные устроили беспорядки. После этого командир приказал армии демонов убить Нокеров. Именно так демоны готовили свои заклинания, но Дериэль защитил их. Еще до начала боя Дериэль заметил, что он использует трусики-молоточка в качестве маски. Затем Дериэль активировал свои способности Каури, и демоны приготовили свои заклинания. Внезапно один из колотушек попытался помочь Дериэлю сражаться, в результате чего Дериэль заметил, что солдаты на самом деле тоже не собирались убивать колотушек, потому что они не хотели причинять им серьезного вреда. Поэтому Дериэль решил вывести из строя только солдат демонов, так как они выполняют только приказы своего лидера. Затем лидер армии демонов приказал солдатам подготовить свои заклинания, и Дериэль атаковала демонов одного за другим, прежде чем они смогли активировать ее заклинания. Так что Дериэль сражался с демонами и отключил их всех одного за другим, так что все, что ему нужно было сделать, это победить командира. Когда командир попытался ударить Дериэля заклинанием, Дериэль заблокировал его атаку и вывел его из строя. Потом Дериэль узнал, что этот парень даже не принадлежал к армии демонов, но получил должность командира, потому что генерал демонов Башбарза нашел его забавным. Дериэль пощадил его и преподал ему урок, отрезав ему волосы своим мечом. После этого командир сбежал, и солдаты демоны также мирно покинули шахту Митры. Колотушки радовались тому, что Дериэль спас их от командиров и поклялись ему в вечной верности. Дериэль был удивлен решением Колотушки, поэтому он вернулся в деревню Удачи и доложил мастеру гильдии о захвате мифриловой шахты. Мастер гильдии не мог в это поверить, и Дериэль попросил разрешить колотушкам продолжать работать в мифриловой шахте. С тех пор мифриловая шахта снова перешла в руки людей, и в деревне Люкс стало жить еще больше людей. Дериэль увеличил численность населения их деревни, что обрадовала мастера гильдии. А потом, когда Малика пошла принести ему обед, она споткнулась. Дериэль поймал ее, и это так обрадовало Малику, что она обняла его, и Дериэль снова чуть не умер от избытка своей силы. Потом Зибианта видели в гостях у Башбарзы, который построил супербомбу, работающую на мифриловом камне. Он хотел использовать множество мифриловых рудников для массового производства своей бомбы, но Зибиант сказал ему, что мифриловые рудники теперь принадлежат людям. Кроме того, он получил жалобу от короля демонов, и Зибиант велел ему немедленно явиться к королю демонов. Когда Башбарза был с королем демонов, он назвал его глупцом за то, что он поработил колотушек и постоянно доставлял им неприятности. Но он не слишком заботился о мифриле, не обращая внимания. Король демонов был очень зол из-за того, что он создавал супербомбы, хотя и запретил Башбарзе это делать. Король демонов хотел извиниться, и Башбарза извинился. После этого король демонов сказал, что такой глупый генерал нуждается в поддержке Дериэля. Ведь Дериэль всегда помогал отцу Бабарзе, когда тот был одним из четырех генералов, а его отец был самым сильным из четырех генералов, благодаря Дериэлю. После этого Башбарза взбесился, потому что даже король демонов уважает Дериэлей и восхищается им. Тогда, в деревне Люкс, Дериэль и Малика говорили о будущем, в то время как она флиртовала с Дериэлем, говоря, что она также будет хорошей женой. Но наивный Дериэль не понимал, что она хотела быть хорошей по отношению к нему. Поэтому Малика попыталась признаться в своей любви Дериэлю, но ее признание было прервано, потому что Гашита вязался в ссору. Затем он попытался разрешить спор, но высокомерный искатель приключений Фитбит из деревни Кэмпбелл оскорбил их обоих, потому что у него был более высокий ранг искателя приключений. Затем Гашита похвастался тем, что Дериэль победил сторону смерти, и группа Фитбит разозлилась, потому что все празднуют победу Дериэля. После этого к Дериэлю подошел лучший друг Фреда, кто-то из центральной гильдии. У него были проблемы с колотушками в Мефриловых шахтах, потому что они не хотели разговаривать ни с кем, кроме Дериэля. Так что они отправились к колотушкам, и Дериэль сказал, что колотушкам можно доверять лучше всего Фреду. Колотушки сразу же послушались Дериэля, и лучший Фред был просто потрясен тем, что это оказалось так просто. После этого с помощью заклинания, наложенного армией демонов, появился голос. Дериэль узнал этот голос и стал искать этого человека. Когда Дериэль нашел демонов, Резет использовала заклинание воды, чтобы прогнать врага. Но когда его друг Резет понял, что это был его друг Дериэль, он прекратил свое заклинание и обнял Дариэля, он был очень рад его видеть. Потом Дариэль сказал своему другу Ресету, что он человек, а крыса сказала ему, что без Дариэля у армии демонов повсюду будут проблемы. Резет попросил Дариэля снова присоединиться к армии демонов, потому что один из четырех генералов Дараи тоже хотел вернуть Дариэля, потому что она все время искала его. Но Дариэль отклонил это предложение, потому что нашел людей, которые важны для него. Затем Риза попыталась заставить Дариэля вернуться, так как он скучает по своему лучшему другу на работе. Так что Дариэль отбил атаку и предложил ему купить мифрилу людей, потому что это решило бы проблему демонов, и он мог бы продолжать работать с Дариэлем. Затем они встретились с лучшим другом Фредом, которому понравилась эта идея, так как демоны заплатят в четыре раза больше обычной цены за мифриловый камень. И между двумя сторонами не будет войны. Но искатель приключений, укушенный Фитбитом, не захотел смириться с этим и попытался напасть на Резета. Так что Дариэль отбился от своего защищенного Резета. А лучший друг Фреда тоже разозлился на искателя приключений и накричал на укушенного Фитбита, что он не имеет права вмешиваться в политическое сотрудничество. Затем произошло сотрудничество между демонами и людьми, что порадовало Дариэля, так как он был воспитан великим демоном Борзой в детстве, и без него он бы наверняка умер. На следующий день Дариэлю было поручено построить мифриловую кузницу в деревне Люкс. Так что Дариэль отправился на поиски своей деревни. Дариэль находится в деревне Кэмпбелл, и он должен увидеть кузницу, чтобы они могли производить мифриловое оружие в своей собственной деревне. К сожалению, появляется Фитбент и отказывает Дариэлю в посещении их кузницы, потому что Фитбент ненавидит Дариэля и пытается присвоить себе место Дариэля. Поэтому Дариэль возвращается в свою деревню и сообщает о проблеме мастеру гильдии. Мастер гильдии подозревает, что они не хотят помогать деревне Лакс, так как мифриловые рудники очень прибыльны. А потом появилась Малика, она сказала Дариэлю, что какой-то старик лапал ее за большой член. Когда мы подошли к старику, он уже был без сознания из-за Малики. Тогда он не понял, почему Малика подняла такой шум. Внезапно старику захотелось пощупать руки Дариэля. Он сразу увидел, что аура Дариэля максимальна для всех четырех типов. Этот человек был рад познакомиться с таким человеком, как Дариэль, и представился как Смит, мастер мифрилового кузнеца. Он приехал в деревню вместе со своим учеником, чтобы выковать мифрил. А потом мы увидели их всех вместе в доме гильдии, и Малика не поверила, что этот человек известный кузнец. Кузнец показал свой орден в качестве доказательства того, что он был послан центральной гильдией, и ему сразу же захотелось выковать мифрил. Затем Дариэль объяснил проблему с Фитбаном, и Смит предложил решить ее самостоятельно. Так вот, они отправились в деревню Кэмпбелл, и Смит попросил Фитбана впустить его в свою кузницу. Смит умолял до тех пор, пока Фитбан не сдался, и ему не удалось получить разрешение на выковку мифриловых деревня. Вот так Дариэль узнал, как выглядит мифриловая кузница, и что мифрил очень трудно обрабатывать. Затем кузнец выковал оружие и продемонстрировал всем свои навыки, так что он сделал идеальный мифриловый меч и отдал его Дариэлю. Дариэлю разрешили испытать мифриловый меч. Так вот, Дариэль сконцентрировал свою ауру в мифриловом мече, и с помощью этого меча легко срубил большое дерево. Когда Дариэль срубил это дерево, Фитбан также признал мастерство кузнеца. Он извинился перед Смитом и попросил его научить их своим кузнечным навыкам, но Смит отказался и стал подразнивать его, потому что Фитбан заранее смотрел на него свысока. Отказ Смита еще больше разозлил Дариэля, и Дариэль не знал, почему Фитбант обвинил его в этом отказе. После этого по дороге в деревню Люкс, Смит попросил у Дариэля его меч, и тот сказал Дариэлю, что этот меч ему не подходит. Он рассказал Дариэлю о своей мечте, о том, что у него есть мечта сделать лучшее мифриловое оружие в мире, и он выбрал Дариэля в качестве пользователя этого меча. Это оружие. Дариэлю было интересно, как Смит справится без мифрила и кузницы, поэтому Смит развернул кусок мифрила, который он тайно взял с собой. Затем Смит показал волшебную печь, в которую был перенесен его ученик. К сожалению, это была печь, которая нуждалась в магической силе для получения энергии. Дариэль попросил своего друга демона Резита о помощи, он появился и захотел помочь Дариэлю с этим. Это позволило Смиту осуществить свою мечту о создании лучшего мифрилового оружия только для Дариэля. Затем Резит наполнил волшебную печь магией, и Смит попросил Дариэля принести ему немного спиртного. Дариэль пошел за спиртным и по дороге встретил Фитбана. Фитбан сказал Дариэлю, что члены Центральной гильдии – мошенники, потому что несмотря на то, что Дариэль завоевал мифриловую шахту, большинство пророков перешли в Центральную гильдию. Поэтому Дариэлю предложили вступить в союз с деревней Кэмпбелл и сражаться против Центральной гильдии. Дариэль отклонил его предложение, так как он лоялен и не может простить Фитбан за то, что он так жестоко обошелся со своими друзьями. Так вот, Фитбан бросил ему перчатку, и Дариэль не понял, что он вызвал его на дуэль. В результате Дариэль поднял перчатку и вернул ее Фитбану. После этого Дариэль узнал, что принял вызов на дуэль. Он также узнал, что на дуэлях законно убивать своего противника. Все очень волновались, и Смит научил его сражаться своим новым мифриловым оружием. На следующий день началась дуэль Дариэля с Фитбэндом. Фитбэнд с гордостью демонстрировал свое мифриловое оружие. Он улыбнулся мифриловому кинжалу Дариэля, но Дариэль проигнорировал провокации Фитбэнда и просто сфокусировал свою ауру на его мифриловом кинжале. Затем Дариэль начал атаковать, а Фитбэнд все еще недооценивал Дариэля. Так что эти двое сражались друг с другом, и Дариэль смог изменить форму мифрилового оружия с помощью своей ауры. Дариэль отразил все атаки Фитбэнда и уничтожил все мифриловое оружие Фитбэнда. Когда Дариэль уничтожил все оружие Фитбэнда, Фитбэнд достал еще один длинный меч. Затем он яростно бросился на Дариэля, и Дариэль победил его хлыстом. Дариэль отшвырнул Фитбана в дом, и он выиграл свою дуэль. На следующий день появился лучший Фред, который извинился перед Дариэлем и пообещал Дариэлю наказать Фитбана и его деревню за то, что они создали проблемы. Внезапно Дариэль спросил, может ли он назначить наказание, и он решил, что они должны просто отремонтировать дом, который был разрушен во время их ссоры. Бестрет был удивлен добродушием Дариэля и предложил ему вступить в центральную гильдию. Потом в сауне Дариэль обдумал это предложение и глубоко задумался. Внезапно появилась Малика и села рядом с Дариэлем. Дариэль принял ее за гашиту, поэтому он случайно нащупал большие спички Малики и удивился, почему он чувствует большие и мягкие спички в своей руке. Когда Дариэль понял, что это грудь Малики, он не знал, что ему следует сказать в такой момент. Он думал, что сейчас умрет, и больше не мог ясно мыслить. Малика не возражала, потому что была влюблена в Дариэля, и она сказала ей, что знает о его предложении. Она думала, что Дариэль примет это предложение, и поблагодарила его за то, что он так много сделал для деревни удачи. Она также пожелала ему успехов на его новом пути и сказала, что все всегда будут поддерживать его. Дариэль сразу понял, что Малика не проявила его истинных намерений и ответил, что отклонил это предложение. Он сказал, что Малика и жители деревни дали ему так много, когда у него ничего не было, и с их помощью он был очень счастлив. Затем Дариэль признался в своих чувствах к Малеке и в этот момент поцеловал Малеку. А потом мы увидели, как Башбарза и его отец Гранд Барза создали большой огненный шар и ждали своего сына. Он хотел поужинать вместе с Башбарзой, и за ужином он спросил его о Дариэле, работает ли он вместе с Дариэлем. Его сын солгал ему и сказал, что они с Дариэлем хорошо ладят. Внезапно на него напал Великий Барза, потому что он услышал от солдат армии демонов, что Дариэль больше не служит в армии демонов. Затем Великий Барза спросил, почему он и другой генерал уволили его драгоценного Дариэля из армии демонов. Он также хотел, чтобы его сын умолял Дариэля вернуться. Поэтому Башбарза разозлился и сказал, что даже без Дариэля он добьется успеха, после чего покинул замок своего отца. Впоследствии его отец задавался вопросом, почему его сын не ладит с Дариэлем, и он также беспокоился о Дариэле и хотел бы знать, чем он занимается в данный момент. Дариэль провел ночь с Маликой, и его мать попыталась разбудить Малику, чтобы она узнала, что они весело проводили время вместе по ночам. Позже Дариэль упал с лестницы, потому что у него больше не осталось сил после ночи, проведенной с Маликой. Когда они завтракали, Дариэль беспокоился, что родители Малики заметили их отношения. Дариэль весь день нервничал из-за своей ночи с Маликой, но отец Малике ничего не заподозрил. Когда Дариэль помогал развешивать белье, мать обратилась к Дариэлю по этому поводу, и он понял, что мать Малике уже знала о его отношениях с Маликой. После этого отец Малике появился снова. Дариэль думал, что он уже знал об отношениях между ними двумя. В результате Дариэль решил попросить у него разрешения жениться на Малике. Отец Малике был удивлен и сразу же дал им разрешение. Так вот, Дариэль спросил Малику, не хочет ли она выйти за него замуж, и Малика бросилась к нему в объятия, отчего Дариэль чуть не умер. Малика сломала дверь, а Дариэль использовал свою ауру и заключил ее в объятия, так что Маликой и Дариэль поженились. По прошествии года деревня Люкс также значительно выросла, потому что обработка мифрила была очень успешной. Затем он поблагодарил кузнеца у его могилы за то, что тот дал им свой совет и помог Дариэлю и деревне Люкс. Когда Дариэль вернулся в деревню, Малика уже ждала его вместе с сыном, чтобы повидаться с Дариэлем. Его сына назвали бабушкой, его назвали в честь человека, который вырастил Дариэлей и заботился о нем в прошлом. Потом Гешида пришел к Дариэлю и сказал ему, что скоро в деревню придут герои. Дариэль однажды столкнулся лицом к лицу с героем, когда тот еще был частью армии демонов. Так что Дариэль закрыл свое лицо маской, и Дариэль был готов сразиться с ним, если бы они захотели напасть на него. Когда появилась группа героев, Дариэль был сбит с толку, потому что нынешний герой – молодая женщина. Она была новой героиней по имени Леди, и ее сопровождали два человека. Затем Леди сказала Дариэлю, что старый герой ушел на пенсию, и она стала его преемницей. Дариэлю причесали волосы и показали его лицо, а Леди тем временем разозлилась на Дариэле, думая, что его странное поведение связано с предубеждением против женщин. Дариэль извинился и сказал ей, что это недоразумение, а также спрятался за спиной Гешит и боясь ее. После этого Дариэль узнал, что группа героев хотела сделать мифриловое оружие в деревне Люкс. Когда они прибыли в здание гильдии, Малека поздоровалась с Леди, и в процессе этого Дариэль узнал, что Леди любит детей. Ей очень хотелось подержать бабушку на руках, и бабушке это тоже понравилось. Он схватил ее мягкие моти и поиграл с ними. Дариэль не удивился, потому что это было доказательством того, что у бабушки такие же предпочтения в отношении мягких моти, и она определенно является его сыном. На следующее утро Дариэль был в гостях у Леди, которая все еще была в полусне. Когда она поняла, что Дариэль находится прямо перед ее лицом, она переоделась. После этого она захотела, чтобы Дариэль показал ей мифриловое оружие в их деревенском Люксе. Затем они вместе отправились в мифриловую кузницу, и Дариэль показал им, как работает мифриловое оружие, которое изготавливается в кузнице. Когда Дариэль показал меч, друзья Леди испытали его на себе, и Леди стала ревновать из-за того, что ее оставили в стороне. По этой причине Дариэль попросил Сакай Блэкснифа создать специальное оружие для Леди. Сакай ошибочно принял героиню за мужчину. Когда недоразумение было устранено, он коснулся руки женщины, чтобы определить тип ее ауры. После этого Леди сказала, что они ищут еще одного участника для своей героической вечеринки. Тем временем появился Гашита, который хотел позаботиться об их заботах. В результате в деревне Люкс был разыскан член женской группы, и всем желающим было разрешено принять в ней участие. Участникам пришлось сражаться против группы героев, а Леди и ее друзья получили преимущество, но они не использовали оружие, чтобы сохранить справедливость. Затем все участники попытались пройти отбор в качестве четвертого участника, но все они были мгновенно побеждены, и Леди была разочарована. Внезапно Гишита выстрелил в Леди стрелой ударившейся дерева, и Гишита призвал Леди отнестись к этому серьезно. Когда Леди начала использовать всю свою силу против Гишиты, Дариэль остановил ее атаку яблоком. Гишите было грустно, что он проиграл и был дисквалифицирован на соревнованиях. Потом Дариэль подбодрил его, потому что с прошлого года он стал действительно сильным. После этого Леди вызвала Дариэля на поединок, потому что почувствовала сильную ауру, исходящую от Дариэля. Дариэль отказался, потому что был искателем приключений на пенсии, но Леди не смогла смириться с этим и напала на него со своим мечом. Так что у Дариэля не было выбора, и он сражался против Леди, отражая все ее атаки, в результате чего гора раскололась. Леди была впечатлена Дариэлем и хотела высвободить всю свою силу, Дариэль распознал атаку и ответил той же атакой. Леди была очень впечатлена огромной силой Дариэля и не могла в это поверить. Затем она попросила Дариэля присоединиться к ее группе, но Дариэль вежливо отказался, потому что ему нужно было кормить своего сына. Затем он накормил своего дорогого сына, и появились дамы, которые пытались убедить его присоединиться к ее группе. Дэрил рассказал ей о причинах, по которым он не может покинуть свою семью, и о том, что как глава деревни он должен помогать многим людям. На следующий день Леди преследовала его, чтобы найти способ изменить его решение. Она впервые увидела, как он подбадривает кузнеца Сакайи, у которого есть эмоциональные проблемы. После этого Дариэль помог своему тестю навести порядок в доме гильдии, и Леди увидела, скольким другим жителям деревни он помог. В конце концов, она поняла, почему Дариэль не мог присоединиться к ее группе героев, но она не сдавалась. Затем Леди спросила Дариэля, как он может использовать ту же технику, что и она, к тому же его атака была даже сильнее, чем у нее. Причина этого вопроса заключалась в том, что предыдущий герой Арансель был единственным, кто в совершенстве овладел этой техникой. Она сказала ему, что атака по имени Император Небесный Крапивник – это необычная техника, которую может использовать любой желающий. Когда Дариэль узнал обо всем этом, он сам был поражен. Так как предыдущий герой постоянно использовал эту технику, то Дариэль решил, что это очень простая техника. Затем Дариэль ответил, что выучил ее инстинктивно, в результате чего Леди напала на него. Причина была в том, что она хотела дать ему понять, что у него есть сила, которую нужно использовать в борьбе со злыми демонами. Тогда Дариэль попытался переубедить ее, сказав ей, что у демонов нет злых намерений, и они защищаются только от людей, чтобы защитить свои семьи. А затем Дариэлю удалось изменить ее мнение, и Леди захотела стать ученицей Дариэля, чтобы получить так много такой же силы, как у него, поэтому Дариэль стал новой учительницей Леди. На следующий день Резет навестил Дариэля, и он был случайно замечен генералом демонов Зибиасом. Риит принес подарки Дариэлю и поиграл с его сыном Грандом. Потом Риит рассказывал о своем повышении в армии демонов, и тут появился Зибиас. После своего появления она использовала Риита в качестве своего кресла, потому что Дароя повсюду искала Дариэля, а он не сказал ей о местонахождении Дариэля. Затем Малика принесла напитки для гостей, и в этот момент Зибиантис проявил неуважение к Дариэлю. Снисходительный тон Зибианты по отношению к ее мужу очень разозлил Малику. В результате Малика проявила свою кровожадность, и Зибианта испугалась Малике. Ее попросили найти обычное кресло, а потом Зибиас сказал, что она пришла, потому что ей нужно мифриловое оружие. Внезапно она снова стала проявлять неуважение к Дариэлю и приказала ему отдать ей весь их мифрил. Дариэль отказался, и Зибиас хотел причинить неприятности, но Малика помешала этому и снова запугала ее. Зибиас дрожал от страха, и Дариэль спросил, не хочет ли она выйти на улицу. Оказавшись на улице, Зибиас напал на Дариэль, потому что она разозлилась на него из-за того, что его жена угрожала ей. Дариэль пытался успокоить ее и сопротивлялся ей. Зибианта недооценила Дариэля, и она была мгновенно ошеломлена его огромной силой. Она не хотела признавать свое поражение, поэтому Дариэлю пришлось несколько раз драться с ней, и он всегда побеждал. Затем Зибиана вызвал бурю, которая уничтожила деревню, и Дариэль использовал атаку своего императора Скайриндом, чтобы остановить их. Его атака нейтрализовала бурю, а затем Дариэль спас падающего Зибиаса. Кроме того, Резет помогла ему и поймала этих двоих с помощью заклинания воды. Когда Зибиас был спасен, Дариэль понял, что он непреднамеренно снял с нее нижнее белье. Генерал-демон начала плакать и сказала, что передаст это нижнее белье своей жене-маляке. Дариэль извинился и взамен предложил продать ей мифрил по дешевой цене, в результате чего она приняла предложение Дариэля купить мифрил. После этого ее познакомили с кузнецом Сакайи, и он нанял ее на работу. Вскоре после этого отряд героя появился в Дариэле и попытался отвлечь их, потому что не хотел, чтобы они встретились с генералом демонов Зибиантасом. Несмотря на все усилия Дариэля разлучить их, вечером они встретились. Им обоим пришла в голову идея посетить сауну, чтобы расслабиться, и в результате у обоих врагов возникли проблемы. Когда Дариэль понял, что они встретились в сауне, он ворвался в сауну. Он нечаянно схватил их за мягкие ягодицы, и Дариэль получил пощечину от них обоих. Потом это недоразумение было устранено, и Малика принесла им ужин. После этого эта дама захотела узнать, почему в деревне Люкс появился генерал демонов. Затем Дариэль рассказал свою тайну о том, что он вырос как человек среди демонов. Все были удивлены, кроме Малики, потому что Дариэль рассказал ей свою тайну перед их свадьбой. Зибиас не возражал против того, что Дариэль был человеком, но проблема с леди Зибиасом так и не была решена. Потом появилась Малика и отругала их за то, что они не должны ссориться к обеду. Так вот, эти двое решили сразиться друг с другом на дуэли на следующий день. Затем Дариэль потребовал от них, чтобы победителю не разрешалось убивать проигравшего. На следующий день, когда друзья Леди и Дариэля пришли посмотреть на драку двух женщин, они обнаружили пострадавшего Сакая. Эти двое заставили его работать всю ночь, чтобы у каждого из них было мощное мифриловое оружие. Потом они оба сражались друг с другом, и они были равны. Внезапно появилась Малика и принесла Дариэлю его обед. Затем Леди отразила атаку Зибианты и сбила своего противника ногой на землю. Она не нанесла ему никакого урона, а затем последовало сильное заклинание ветра, и Леди подготовила контратаку против нее. Две атаки столкнулись, и спящая бабушка проснулась. Бабушка сразу же увидела их большие сиськи, захотела подойти к ним и выпрыгнула из объятий Малики. Внезапно обрушилась гора, Леди защищала бабушку вместе с Зибиантасом. Эти двое были рады, что с малышом Грандом ничего не случилось, и в результате, благодаря Гранду, они прекратили свою ссору. Внезапно они стали друзьями и начали смеяться вместе друг с другом. На следующий день появился предыдущий герой Арансил, и Дэниел сразу же узнал этого опасного человека. А потом появился Зибиос, и Дэниел испугался, что Зибиос не доберется домой живым. Он сказал ей, что Аранса даже пережила нападение Грандбара. А потом Дэриэль заявил, что Аранса – это машина для убийства, и внезапно появилась маленькая девочка. Дэриэль хотел спасти ее, но для этого не было причин, так как у него есть хорошие стороны по отношению к людям. Все дети любили предыдущего героя, а также другие жители деревни любили его. После этого Аранса поблагодарила Дэриэля за то, что он хорошо заботился о Леди, а также за то, что он научил ее многим новым боевым приемам. После этого Аранса захотела увидеть результат тренировок Леди с Дэриэлем, и Дэриэль захотел отвезти его в тренировочный зал Village Lux. Внезапно он почувствовал чье-то присутствие и указал на Гешиту, которая стояла за окном Дэриэля. Придя в тренировочный зал, Гешита восхищался своим образцом для подражания Дэриэлем, поэтому Дэриэль сказал ему посмотреть на битву героев. Затем Леди напала на Арансила, и он отразил все ее атаки, продолжая раздавать автографы своим поклонникам. Дэриэль заметил, что Арансил играет только с Леди, а герой заметил, что Леди фехтует все лучше и лучше. Впоследствии Аранса узнала, что Дэриэль сильнее ее, и он вызвал Дэриэля на поединок. Дэриэль отказался от боя, и все вокруг клеветали на Дэриэля, утверждая, что у него нет ни единого шанса против бывшего героя Аранчи. Гешита тогда опечалился и сказал, что его старший брат Дэриэль был самым сильным. Он не хотел разочаровывать Гиту, поэтому Дэриэль взял на себя роль Рансела в бою и сразу же почувствовал опасную ауру Рансила. Его жажда убийства была настолько ужасающей, что Дэриэль испугался. Дэриэль предложил пообедать первого числа, так как они не могут драться на пустой желудок. После этого Дэриэль и Аранса пообедали вместе, и он был в восторге от домашнего упакованного ланча Малеки. Тем временем Зибиос непреднамеренно использовал магию, а Аранса с тех пор получила магическую энергию. Его аура мгновенно изменилась, и он захотел убить Зибиаса. Когда Аранса хотела убить генерала демонов, Дэриэль защитил ее своим оружием. Дэриэль был готов сразиться с бывшим героем, он знал, насколько опасен Арансил, потому что Гранбарза всегда защищал его от него в прошлом. Затем Арансил напал на него, и он решил убить и Дэриэля, так как он пытается защитить Зибиантаса, который был демоном. Дэриэлю едва удалось отразить все атаки Арансила. Во время их драки он почувствовал огромную силу Дэриэля и в результате решил заняться этим всерьез. Так что оба бойца использовали атаку императора Скайренда, которая столкнулась друг с другом. Дэриэль проиграл бой, так как предыдущий герой был намного сильнее, и Леди пыталась остановить его, но она была бессильна против него. Прежде чем попытаться убить своего противника, Арансель спросил, почему Дэриэль защищает демона. Дэриэль ответил, что он не хочет, чтобы пострадали люди или демоны, и он рассказал ему свой секрет. Тем временем видели, как Гранбарза просил короля демонов уволить его сына из армии демонов. Причина была в том, что его собственный сын только создавал проблемы армии демонов, и он не выполнял свои обязанности генерала демонов. В результате Дэроя взял на себя всю работу своего сына. Король демонов не совсем поверил Грану Барзе, он подозревает, что тот тоже был зол, потому что его собственный сын уволил Дэриэля из армии демонов. Затем Гранбарза вспомнил тот день, когда он нашел Дэриэля, когда тот был еще младенцем. Он вырастил его, потому что не мог бросить ребенка и позволить ему умереть. Затем он ответил, что считает их обоих своими сыновьями. Внезапно король демонов сказал, что знает, где находится Дэриэль, и раскрыл его местонахождение. Тем временем Арансель также узнал о прошлом Дэриэля, о том, что он был воспитан генералом демонов Гранд Барзой. Когда Дэриэль раскрывает свой возраст, Арансель понимает, что Дэриэль – его биологический сын. Причина была в том, что 33 года назад его жена была убита демонами, а тело его сына бесследно исчезло. Внезапно Арансель почувствовал сильную ауру Гранд Барзы и попытался напасть на него, но Гранд Барза произнес заклинание, чтобы защититься. После этого он отправился на поиски своего сокровища Дэриэля. Однако появился Гранд Барза, и два врага снова встретились друг с другом. После этого они сразу же захотели сразиться друг с другом. Дэриэль попытался остановить их и попросил разрешения у Рэнса решить эту проблему. Впоследствии Гранд Барза сказал, что узнал о своем биологическом оцене задолго до того, как тот отправился в деревню, но секрет в том, что Дэриэль – человек, это совсем другой случай. Потому что он знал, что с тех пор, как он был маленьким ребенком. Он узнал об этом, когда Дэриэлю было 5 лет, и он не мог использовать магию, после этого случая он начал расследование. Затем он извинился за то, что не сказал ему правду, потому что любил Дэриэля как сына. Дэриэлю не нужны были извинения от него, потому что он был благодарен Великой Барзе за то, что она воспитывала и защищала его каждый раз. Великий Барза с радостью принял его слова, сказав, что только благодаря тому, что он проводил время с Дэриэлем, он стал сильным воином. Он сказал ему, что Дэриэль – его гордость и сокровище, и эти слова рассердили Рансу. Причина была в том, что он не мог видеть, как растет его сын, и это очень злило его, а также он был расстроен тем, что демон украл Дэриэля в его прошлом. Великий Барза понимал его негодование, и он хотел взять всю вину на себя, и решил, что Арансель должен выместить свой гнев на нем. Затем эти двое захотели сразиться друг с другом, и Дэриэль не знал, как их остановить. Внезапно появилась Малика, она остановила их обоих, рассказав им о своем внуке-бабушке. Она познакомила их с малышкой-бабушкой и сказала, что они оба являются дедушками малышки-бабушки. Затем Дэриэль ободрил Ранса, сказав, что он не может пережить детство Дэриэля, но может увидеть, как растет его внук. Когда Ранса взял бабушку на руки, он смог преодолеть свою обиду на демонов. Затем в армии демонов мы видим Барша-Барзу, он запланировал для себя праздник. Слуга сказал ему, что никто не придет на его вечеринку, так как король демонов планирует уволить его из армии демонов по просьбе его отца. Причина в том, что он причинил много проблем как генерал демонов, и его слуга сообщил ему, что его некомпетентность может быть предотвращена Дэриэлем. Услышав, что его уволили, Барш-Барза приказал повару принести ему вина. Он отказался от своего заказа, потому что Баршу-Барзе все еще нужно было оплатить счета, а они не получали от него никаких платежей, с тех пор, как Дэриэля уволили. Имя Дэриэля разочаровало Барша-Барзу, и он сошел с ума от желания преследовать Дэриэля, чтобы убить его. Так вот, Барш-Барза был на пути к тому, чтобы уничтожить Дэриэля с помощью своей огромной силы. Тем временем дедушки играли с бабушкой, а эти двое спорили о том, как ее зовут. А потом малышка-бабушка начала плакать, и Дэриэлю позвонил его друг Ресет. Внезапно бабушке захотелось поболтать с Резетом, и он пожаловался, что бородатые мужчины пристают к нему. Резет понимал детский язык гранда, так что именно так Реарт хотел запугать двух сильнейших воинов по телефону и сказать им, чтобы они не раздражали гранда. Когда Резарт понял, что угрожает гранд Барзе, Дэриэль пожалел о том, что не предупредил его заранее. Вечером того же дня Дэриэль узнал, что его тести зовут Эмиль, и он был запуган двумя отцами Дэриэля. После этого гранд Барза вспоминала Дэриэля, а Рансиль поблагодарила гранд Барзу за то, что он с любовью вырастил Дэриэля хорошим человеком. Вечером Малека лечила Дэриэля, потому что у него было много травм в результате борьбы с его отцом Рансилом. После этого она пошла мыть посуду и дала ему десерт, которым он мог насладиться. Потом появилась Зибианта, она поблагодарила Дэриэля за то, что он защитил ее, и немного подразнила его. На следующее утро леди захотела пройти обучение у Арансила. Поэтому Дэриэль спросил, почему она все еще хочет сражаться с королем демонов. Арансил объяснила Дэриэлю, что существует миф о короле демонов, который является источником демонической магии. Люди верят, что подчинив себе короля демонов, они смогут обрести его великую силу. Гран Барза тогда сказал, что у демонов есть похожая легенда, и это может быть правдой, так как нынешний король демонов все еще является королем демонов в первом поколении. Леди решила продолжать следовать своим путем, потому что она хотела найти свой собственный ответ на вопрос, оправдана ли борьба с демонами. После этого появилась гида с Фитбаном, и они сообщили, что на мифриловой шахте возникли проблемы. Дэриэль отправилась в путь и попросила Зибиантаса использовать свою магию, чтобы доставить их туда как можно скорее. Прибыв на мифриловую шахту, они обнаружили монстра, который вышел из-под контроля и повсюду причинял ущерб. Дэриэль решил спасти колотушек в шахте, а остальные тем временем хотели остановить монстра. Вслед за Дэриэлем он отправился спасать колотушек в шахте Митры. Дэриэль был на пути к спасению молотобойцев, а Рансил сопровождала его по пути к шахте Митры. Тем временем Великий Барза сражался вместе с остальными против магического огненного зверя Саламандры. Леди вместе со своей группой атаковала огненного зверя и им помогал Зибиантас. Так вот они напали на него, но к сожалению атаки героя не сработали и Саламандра атаковала своим огненным дыханием. Когда леди ее группе стало опасно, им помог Великий Барза, который поглотил магическую атаку огненного зверя. Тем временем Дэриэль добрался до молоточков и Саламандра подлетела к ним, так что Дэриэль и Рансиль объединили свои усилия, чтобы император Скай столкнулся с ним. Дэриэль смог отбросить Саламандру вместе со своим отцом назад, но Саламандра попыталась запугать Дэриэля. Затем Дэриэль остановился перед Саламандрой и ему удалось отогнать Саламандру прочь. Когда Саламандра улетела, Дэриэль почувствовал знакомое чувство исходящее от Саламандры. Внезапно Гран Барза захотел вернуться во дворец демонов и попрощался с Дэриэлем. Гран Барза улетел вместе с Зибиантасом, а Дэриэль бросился на помощь колотушкам. Колотушки были счастливы, что Дэриэль смог спасти их в целости и сохранности, а его друзья пришли на помощь. Потом Дэриэль услышал, что один человек пропал без вести и отправился в Мефриловый Маянг, чтобы найти пропавшего человека. Тем временем Великий Барза встретился со своим сыном и спросил его, был ли он в потаиной комнате во дворце демонов. Барж Барза солгал своему отцу, и тот сразу же разозлился. Затем Барж Барза признался, что был в потаиной комнате, и Зибианас узнал о комнате в замке демонов, где с давних пор хранится множество запрещенных заклинаний. Великий Барза заметил, что он изучает запрещенное заклинание, и был опечален тем, что его сын попал в такую беду. Несмотря на то, что в отличие от Дэриэля, он был одарен большим талантом в детстве. Барж Барза разозлился на своего отца, потому что тот ревновал его к Дэриэлю. Тогда Великий Барза напал на своего сына, чтобы преподать ему урок. Внезапно Барж Барза вызвал Саламандру и был уже на пути к тому, чтобы убить Дэриэля. Когда Дэриэль вместе с колотушками искал пропавшего человека в Мефриловой шахте, появился земной гигант Гигантомаки. Дэриэль хотел убежать, но он узнал, что земной гигант был другом Саламандры, и он сказал ему, что Саламандрой кто-то управляет. Затем Дэриэль должен был показать ему свой Мефриловый меч, так что Гигантомаки был впечатлен прекрасным мечом Дэриэля. Он устранил ограничение своего Мефрилового меча, и Дэриэль получил дополнительную силу от земного гиганта. После этого Дэриэль получил обратно свой Мефриловый меч, и ему сказали, что скоро деревня Люкс превратится в поле битвы. А потом земной гигант исчез, и пропавший человек был найден. Внезапно ему позвонил Великий Барза и рассказал о Барше Барзе, который был в пути с Саламандрой. После этого Дэриэль вернулся в свою деревню и эвакуировал жителей деревни. После этого Малека подарила ему кольцо, а затем он попрощался с Малекой и своей бабушкой, которая пожелала ему удачи в его борьбе за защиту всех. Когда появился Барш Барза, он использовал мощное заклинание и создал огромный огненный шар. Арансил сразу понял, что овладел самой сильной техникой своего отца. Затем Барш Барза заговорил об одиночестве, которое он испытывал с детства, и обвинил Дэриэля в том, что он стал причиной его одиночества. Однако Барш Барза пригрозил, что доведет его до отчаяния, и он сначала убьет Малеку, а затем сожжет дотла его любимую деревню, чтобы отомстить ему. Дэриэль не мог этого допустить и решил сразиться с Барш Барзой. Дэриэль атаковал Саламандру своим мифриловым оружием, а Сбеантас поддержал его. После этого он отделил Барше Барзу от магического огненного зверя и сразился с ним один на один. Сначала Дэриэль подумал, что Барш Барза рассердился на него из-за шахты мифра, но причина была не в этом. Барш Барза хочет славы, а также положить конец войне, уничтожив всех людей. Затем эти двое начали сражаться друг с другом, и Барш Барза использовал свою новообретенную силу, чтобы отбросить Дэриэля назад. Когда у Барша Барзы появился шанс, он применил мощную атаку и смог сокрушить Дэриэля. Так вот, Дэриэль был ошеломлен и заметил, что Барш Барза стал намного сильнее, чем раньше. После этого Дэриэль узнал о тренировочной поездке от Барш Барзы, где он получил магического огненного зверя. Внезапно Дэриэль похвалил его, зная, каким трудолюбивым и талантливым Барш Барза всегда был. Добрые слова Дэриэля привели Барш Барзу в бешенство, и ему захотелось убить Дэриэля. Потом Дэриэль вспомнил, что его друзья и семья ждут его, поэтому он использовал свой императорский скайринский меч против Барш Барзы. В результате Дэриэлю удалось загнать Барш Барзу в угол, и он разозлился и показал свой козырь. Он намеревался окончательно уничтожить Дэриэля с помощью своей новой силы. Группа героев укрепила свою оборону, и Гашида атаковал Саламандру со всей своей мощью. Волшебный огненный зверь был атакован стрелами, и Арансилу очень понравился тот факт, что теперь он может сражаться с Саламандрой бок о бок с Гран Барзой. Так что люди и демоны сражались вместе против волшебного огненного зверя. Арансил немедленно атаковал, и Гран Барза поддержал его мощными огневыми атаками. Затем мы видим Барша Барзу в его новой форме, он активировал запрещенное заклинание и атаковал Дэриэля. Барш Барза напал на Дэриэля, и он был в ярости из-за того, что Дэриэль был бездарен, и у него всегда была улыбка на лице, когда он видел всех вокруг. А потом Дэриэль попытался защититься и сказал, что не хочет драться с ним. Барш Барза не захотел его слушать и применил свою самую мощную атаку против Дэриэля. Дэриэль знал об опасности своей атаки и высвободил все свои силы, поэтому он смог создать мощную атаку с помощью своего мифрилового оружия. Затем Дэриэль атаковал Барша Барзу, и тот смог противостоять мощной атаке своего Дэриэля. Когда Дэриэль последовал за ним, он не мог поверить, что запретное заклинание Барша Барза эволюционировало. Однако Арш Барза превратился в волшебного зверя, который немедленно атаковал Дэриэля со всей своей силой. Дэриэлю приходилось выдерживать сильные атаки, и он изо всех сил старался выжить. Когда Дэриэля загнали в угол, он попытался поговорить с Барш Барзой и сказал, что не должен причинять их отцу еще больше горе. Барш Барза сказал, что ему не разрешается называть великого Барзу своим отцом. Затем Дэриэль вспоминает Барш Барзу, который был очень счастлив со своей семьей в детстве. Дэриэль понял, что он передает чувства Барша Барзы, поэтому мы увидели, как Барш Барза встретился с Дэриэлем в первый раз. Дэриэль видел, как Барш Барза пытался наладить отношения со своим отцом, но его отец смотрел только на Дэриэля. Следуя за Барш Барзой, он всегда был одинок, и никто его не поддерживал. Дэриэль не мог поверить, что он никогда не замечал своего одиночества. Так что тогда Дэриэль тоже попытался поделиться своими чувствами. После этого он извинился перед Баршем Барзой за то, что никогда не осознавал своего одиночества. Затем Дэриэлю удалось показать ему свои собственные чувства, потому что он всегда был не уверен, принадлежит ли он к этой семье. Барш Барза узнал, что Дэриэль улыбался только потому, что старался не быть обузой для их семьи. Он также узнал, что Дэриэль стал счастливым только тогда, когда встретил его, потому что в тот день у него появилась новая семья. Понимая чувства Дэриэля, Барж Барза не мог поверить, что Дериэль всегда относился к нему как к брату, и он просто сам отверг его доброту. Барж Барза освободился от своего заклинания и хотел простить Дериэля. Внезапно он потерял контроль над Саламандрой, и Великий Барза заметил, что его сын нарушил запретное заклинание. Саламандра вышла из-под контроля и хотела всех убить. Барж Барза хотел всех спасти и слился с Саламандрой, чтобы контролировать ее. Он хотел пожертвовать своей жизнью и спасти их всех, но Гран Барза остановил Саламандру на своем пути. Дериэлю удалось напасть на магического огненного зверя и победить его. В этот момент Барж Барза почувствовал любовь своего отца к нему и попросил у него прощения. Так что драка закончилась, и Малика приготовила пир в честь возвращения Дериэля. Малика услышала голос Дериэля снаружи и сразу же бросилась к нему, Дериэль был ошеломлен ее присутствием. Она обняла его, и у него снова была сломана спина. Затем мы видим Барж Барзу с королем демонов в его дворце. Ему предложили выбрать, отправиться в ад в качестве наказания или начать все сначала в качестве генерала демонов. Барж Барза хотел искупить свои грехи и решил отправиться в ад. Однако он прошел испытание короля демонов, так как выбрал бы первый вариант, если бы король демонов отправил его в ад. Король демонов решил не отправлять его в ад и уволил Барша Барзу из армии демонов и изгнал его из своего царства. Барж Барза не рассердился, и его пригласили к Дериэлю домой вместе с его отцом. Затем мы видим, как Леди говорит Баршу Барзе, что он слышал много людей, и Барш Барза извинился за свои действия. Внезапно бабушка, сын Дериэля, проснулась. Он заметил Барша Барзу и сразу же захотел, чтобы его обняли. Бабушка познакомилась с Баршем Барзой, и он был очень рад познакомиться с сыном Дериэля. Затем Барш Барза сказал, что загладит свои преступления, так как не хочет разочаровывать своего брата Дериэля, и Гешида представился своему брату номер два. Леди прощает его, так как он извинился и хотел загладить свою вину. После этого Гешида нарисовал картину, на которой Дериэль изображен вместе с Баршем Барзой, и они стали одной большой семьей. Барш Барза был счастлив со своей новой семьей, и они отпраздновали примирение.